Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам Ой, всем привет, мои дорогие зрители. С вами снова Пельменез. И под эту музыку любые фразы становятся более брутальными. Слава Саймону Викланду. Нет, это не обзор на Payday или геймплей на Payday. Я решил использовать его чисто для фона, и думаю, это понятно, учитывая, насколько он заблюрен в Вегасе. Сегодня мне хотелось бы поговорить о том, из чего сделана моя личность. Не в плане деталей моего корпуса, если так можно выразиться, в техническом плане, а из чего себя представляет прошивка моего мозга, или где она находится внутри нас. Скорее всего, в мозгу еще есть какой-то спиной мозг, возможно, он тоже имеет какое-то отношение. Но у меня по биологии тройка была, а в техникуме я еле четверку автоматом получил. Опять-таки, на удачу и красноречие. На свет я появился в 99-м году. И, честно, для меня это маленькая такая головная боль, потому что я не знаю, куда себя отнести. Ну и надо ли себя кому-то относить. Так просто проще думать. И вот эта потерянность во мне чувствуется постоянно. Ну, кто я? Как же показал до этого. Только что в интернете я нашел классную картинку, которая обозначает деление поколений. Честно говоря, я только сейчас узнал о существовании неких зумберов. Получается, я что-то между зумбером и зумером? Зумбер... Зузумбер... Это что-то удивительное. К зумерам себя я точно не могу отнести. Ну, в моем представлении, зумер это человек, который легкий, позитивный обычно. Он не заморачивающийся о чем-либо. Но, в свою очередь, он мало что знает. То есть, о нем не о чем поговорить особо. Нет, то, что ему надо знать, он знает. И какие-то интересующие его темы тоже он спокойно воспримет и будет запоминать и знать. Но так, чтобы развитый Кургозор у подобных людей я не встречал. Точнее, я встречал подобных людей, но редко. И это не касается одного очень близкого умнее человека с очень большим Кургозором. Потому что им по жизни это не требуется. Не требуется информация, которая не несет какой-то пользы для жизни. Вот. И, опять-таки, здесь я не могу себя причислить к данному поколению уж точно. Ну, тут по возрасту-то не подхожу немножко. И психологически. Наоборот, меня тянет изучать разные вещи. По большей части это музыка, кино, сериалы какие-то. Ладно уж. Ну, это тоже кино по сути. То есть, для большей наглядности, вы сейчас увидите на экране, что я смотрю, что я слушаю, ну и во что играю. В списке не хватает только второго по идее. Я не знаю, почему забыл его добавить, хотя я играю в него уже несколько лет точно. Из книжек мне больше всего нравится «Мастер Маргарита». Прям дико фанатеет этой книги. И смотрел сериал нулевых и фильм 90-х. Очень жду экранизацию этого года. Прям очень интересно, что получится у киноделов. И «Дженерейшн Пи». Виктора Пелевина. Обалденная книга. Я сначала фильм посмотрел, а уже потом книгу прослушал. Мне больше нравится слушать, чем читать. У меня на слух информация воспринимается гораздо лучше, потому что в голове образы появляются быстрее. Ну, визуализация хорошая. А еще, балдея, это телешоу «Своя игра». Прям дико мне нравится. Я его с бабушкой чаще всего смотрю. Иногда сам смотрю, но чаще всего с бабушкой, да. Мне часто интересно, что происходило до того, как я появился на свет. На самом деле, меня очень сильно тянет к этой информации. И в данном плане я передаю большой привет киноману. Не знаю, будет он это смотреть или нет, но просто передаю ему привет. Познакомьтесь с этим человеком. У него есть канал на ютубе, естественно. И я от него много чего узнал про те времена. Про консоли. О, господи, консоли. Приставки в то время. В то время это называли приставкой. Про книги тех лет, кстати. 90-х годов. Что печатали в те годы и что читали тогда дети и взрослые. Про телевизор. Что показывали по телеку. Вот. Мне все это дико прям обожаю. Мне нравится. Я был бы рад родиться в те годы. Но что есть, то есть. Все, что мне остается делать, это изучать это в историческом плане. Или пересматривать. Или играть. Или изучать, в конце концов, все, что было в те годы. Но, естественно, атмосфера теряется. Потому что я не нахожусь в тех годы. И я не могу сказать, что, эх, было время. Нет, я могу эту фразу произнести. Но за ней не будет стоять тех классных лет. Когда обрушился Советский Союз. И в России нахлынуло все то, чего не было раньше в этой стране. Опять-таки, в сравнении еще могу сказать, что... Чем зумеры отличаются на фоне более старших поколений. Они больше подвержены маркетингу и всему, что становится модно. На самом деле. Я не знаю, почему это так у них происходит. Но, скорее всего, потому что... Они же интеллектом. Не воспринимайте это как оскорбление. Все те, кто это услышали или посмотрели мое видео. Это не оскорбление, это просто факт. Но это в какой-то степени хорошо. Потому что, в конце концов, голова меньше болит. О чем я говорю часто. В своем окружении. Потому что, чем больше знаешь, тем давление чаще подскакивает. Ой, гипертония моя любимая. Вот. А когда меньше знаешь, то крепче спишь. Ну, в моем случае, больше знаешь, крепче спишь, на самом деле. Я, кстати, обожаю эту фразу. Я сам для себя ее придумал. На основе той фразы. Той поговорки, точнее. Потому что... Когда меньше знаешь, то чаще заморачиваешься о том, что ты не знаешь. Ну, в моем случае. Кто-то, наоборот, именно по фразе живет, что реально вот он меньше знает и не заморачивается об этом. И потому спит крепче. А вот мне, наоборот, хочется все знать. По крайней мере, ну, какие-то конкретные моменты. И часть информации я додумываю сам. Это тоже во мне развито. Если есть какая-то база, и на основе этой базы, благодаря тем знаниям, что у меня есть, я могу достроить определенные моменты. Какой-то пример привести сейчас сложно, но... Те, кому надо, те поймут. Вот так вот я выкрутился. Ха-ха. Что еще часто замечаю? Окей, приведу пример здесь. iPhone. У кого чаще всего мы видим айфоны? У зумеров. Почему? Потому что этот гаджет простой. Как и они сами. Он не замороченный, но выполняет те функции, которые ждешь от айфона. Мессенджеры, соцсети, там... Ну, что... Какие-то простые игрушки для убивания времени. Звонки, в конце концов, хотя... Но они, если звонят, то по видеосвязи или кружками в Телеграме бросаются. О, господи, эти кружки... Не знаю. Мне почему-то сразу не понравилась тема видеосообщений в Телеграме, когда они стали обозначаться кружками. Знаете противное слово? Кружки. Кружки. Как когда-то слово кружок вызывало ассоциацию с каким-то коллективом людей, занимающихся чем-то общим. Ну, кружок по вышиванию. А сейчас это вызывает ассоциацию с кружками в Телеграме. Ну, это очень странно и противно для меня. Также я не понимаю ТикТок. Ну, для себя лично. Мой мозг с трудом воспринимает быстро произносимую короткую информацию со слишком резким скачком каких-либо вставок. Ну, правда. Не то, чтобы мой мозг тупой или еще что-то. Я... Хотя нет, это вопрос восприятия, конечно. И в свою очередь, хорошо понимать все на лету. Но мне это сложно. Но я понимаю, почему молодому поколению ТикТок нравится. Он подходит под их стиль жизни. Быстрый, ритмичный, незамороченный. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. И каждый раз я слышу оправдания по типу... Ооо, я увлекаюсь машинами, и ТикТок мне про машины всякое полезное рассказывает. Да понятно дело. Потому что ТикТок адаптируется под то, что тебе интересно. Чтобы ты как можно дольше сидел в этом ТикТоке и не вырезал из него никогда в жизни. И это ладно. Меня пугает, когда старшее поколение, то есть там в районе 40 лет, смотрит это. Как? Вот как они это смотрят? Я просто... Вот есть у меня одна коллега на работе, которая ТикТок смотрит на постоянке. Меня это просто пугает. Такое ощущение, что она ничего оттуда не понимает. Она просто листает эти видеоряды, так называемые. И листает, и листает, и листает, и листает. Даже если там проходит какая-то информация, это уловить невозможно ни физически, ни психологически, никак. Но она его просто листает. Зачем, почему, я не понимаю. И для меня это дикая странность. Вот. То есть если ты реально... Ха-ха-ха-ха. Меня поражают люди, которые говорят, что узнают что-то из ТикТока. Если вы хотите что-то узнать, то ТикТок это не лучшая площадка. Далеко не лучшая. Есть Ютуб, в конце концов. Если вы хотите что-то познавать, то это невозможно по коротким видеороликам узнать. Там невозможно ничего выловить. На мой взгляд, опять-таки. Зумером... Вот. Зумером это проще. И раз фоновый геймплей закончился, я думаю, на этом тоже заканчиваюсь. С вами был Пельменис. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...